Добрый час! Я с вами, как всегда, Маргарита. Это ИЦИ, школа успешных продаж. И сегодняшнее видео будет очень быстро, но, я надеюсь, будет полезное. В этом видео я вам покажу и расскажу, как ИЦИ советует вам подбирать ключевые слова. Да-да, это мы проходили и проходим, и увидели, и заметили, и написали себе шваргалку в виповскую группу, но иногда информацию я готова разделить с общим потоком. В ближайшее время появится информация, как можно подключиться, либо записаться, либо отправить запрос в нашу виповскую группу, но пока мы не об этом. Пока мы будем говорить в этом видео о том, какие подсказки ИЦИ сам дает для вас, чтобы вы грамотно написали, составили и подобрали свои ключевые слова к вашим изделиям. Итак, где это видно? Как я в виповской группе говорила, так и вам я скажу сейчас. Тогда вы смотрите на какой-то договор, либо какой-то такой важный документ. В основном мы настроены смотреть на крупный шрифт. А когда шрифт написан мелкими буквами, тогда у нас что? Тогда мы пытаемся это как бы пробегаем глазами. А это неправильно. Я всегда смотрю все, что написано мелким шрифтом. Почему? Но вот приучила я себя. Так вот, когда мелкий шрифт, там какая-то важная информация, которая не для всех. Итак, давайте посмотрим, где эта важная информация спрятана в наших листингах. Итак, мы открываем с вами, когда мы выставляем новый листинг. Мы здесь просматриваем, просматриваем. И где у нас тут? Ну-ка, давайте я попробую поинтер сделать. Покажет у меня? Покажет. Посмотрите, когда здесь вот с левой стороны в колоночке у нас что с вами есть? Tags. Смотрите, вот такая вот мышка. Давайте мы ее сейчас уберем обратно. Не нравится она мне. Get ideas for tags. То есть, вот вам подсказка «it's» говорит о том, где можно взять идеи и какие ключевые слова должны быть. Давайте посмотрим. А когда вы кликаете, вот у вас здесь на английском языке вот эта вот фраза стоит «Основные вопросы». И чтобы вам задачу облегчить, я вам сделала шпаргалку на русском языке. Вот она, ваша шпаргалочка будет на русском языке. И давайте ее прочитаем и попробуем понять, о чем речь идет. И я быстренько скажу. Ну, давайте, например, я не знаю, что продадим. Ну, вот, допустим, мы продадим мой винтажный браслет. То есть, вот у меня есть браслет такой вот, и мы попробуем сейчас его описать. Первый «Для кого это?» То есть, вот у нас первый браслет. Значит, мы с вами подбираем ключевые слова. Для женщины, для мамы, для сестры, для подруги. Соответственно, либо если мы с вами берем подарок, значит, и берем «Gift for Mom», «Gift – подарок для мамы», «Подарок для сестры», «Подарок для жены», «Подарок для подруги» и так далее. Для кого это? Это вот ваша первая фраза. Для кого этот браслет? Дальше. Какой основной цвет изделия? Обращайте внимание, да, то есть, мы с вами пишем, какой он цвет. Он либо silver tone color, либо серебристого цвета, либо золотого цвета, либо там, я не знаю, зачастую, когда я проверяю ваши листинги, у вас эта информация опускается, не всегда она присутствует. Даже если вы делаете какой-нибудь листинг с персонализейшн, либо выбор любых цветов на прихоть вашего покупателя, все равно постарайтесь дать основной цвет, а потом либо custom color available, да. То есть, отразите вот это, какой основной цвет изделия. Мы его с вами скажем, либо серебряный, либо silver tone, либо silver color и так далее. Способ изготовления и техника. Но тут может быть разное, да. То есть, я смотрю, у меня это браслет, металлический браслет, да. Соответственно, я скажу, металлический браслет. Я вижу, называю мне три панельки. Я могу сказать panel bracelet. Я могу назвать это техникой link, link, да, то есть соединительный link bracelet. Дальше что я могу сказать? Дальше, возьмите что-нибудь, допустим, какое-то изготовление техника. Ну, если вязаное что-то делаете. Knit, вязаные носки, knit socks, либо какой-то felted scarf, либо что такое техника, либо, я не знаю, декупаж, тот же самый ваш, что же, это ваши ключевые слова. Способ изготовления техника. Дальше. Обязательно смотрите, какого размера изделие. Это тоже вы, когда покупатель, вы наверняка ищете большое украшение, крупное украшение, маленькое украшение. Там, я не знаю, деликатное украшение, если мы говорим по украшению. Если мы говорим, допустим, про шарф, широкий шарф, узкий шарф. Если мы, допустим, обращайте внимание на размер. Соответственно, я буду говорить, что широкий браслет, wide, wide bracelet. Либо дальше, я не записала вам, но it дает вам сносочку. И не забывайте про синонимы. Про синонимы похожи ключевые слова. Допустим, я назову это wide. Кто-то назовет это extra wide, слишком широкий, либо очень широкий, либо oversize, очень большой. То есть, либо chunky, крупный, либо bold, тот же самый. И вот ваши эти ключевые слова, они должны отражаться. Если не знаете по памяти, такие слова не вспоминаются, посмотрите в дополнительных словарях синонимы слова, допустим, big, большой и так далее. Что еще может подойти? Итак, какого размера изделие? Теперь следующее. Какой стиль изделия? Но конкретно в этом браслете я могу сказать, что это модернист, mid-century morn, либо это, как его называется, бруталист, крупные изделия. И тогда, соответственно, вы смотрите на свое. Какой стиль изделия? Либо это country style, либо это тот же самый farmhouse, либо это cottage core, либо это черная академия, dark academy, либо это еще что-то. То есть, вот это ваши основные ключевые слова. Идзки вам дают подсказку. Дальше. Основной материал, либо, как я уже сказала, металл. Иногда наши ключевые слова могут пересекаться. Если silver tone metal, white cuff bracelet и так далее. То же самое, какой основной материал. Но поскольку у меня это металл, я буду говорить metal bracelet. Если бы, допустим, это у меня было из того же самого, ну, я бы вязала из веревочки, да, из какой-нибудь, я бы писала silk thread, либо я писала macrame cord, либо я еще что-то писала. Только это основной материал. Если вы делаете, тоже зачастую вы забываете писать. Если вы делаете, вяжете из хлопка, вы забываете хлопок писать. Хотя большинство людей, я в своем числе, мне это как один из важных показателей, чтобы изделие было сделано из хлопка. Либо кто-то из ангоры вяжет, либо кто-то из махера вяжет, либо кто-то из мерины вяжет, мерино-вол, да. Не знаю, как он называется, да. То есть вот такие вот моменты. Если вы делаете из органических материалов, тот же самый organic linen, да, то есть мы с вами вот эти материалы прописываем. Ну и последнее. Если вы изделили изображение или мотивы, да, конкретно с моим, у меня вот этот вот будет мотив, либо wave, либо spiral, либо что-то еще я могу назвать. Либо, если это просто plain, можно назвать plain, да. Либо текстурные изделия, либо что-то еще. Если, допустим, есть из какого-то материала сделано, а там какой-нибудь там цветочек, значит, мы можем написать floral. Либо геометрический, да, паттерн, либо геометрический мотив и так далее, да. То есть вот на эти моменты нужно обращать внимание. И когда мой был совет в ВИПовской группе, и вам тоже самое я советую, что взять и либо сфотографировать вот эту вот шпаргалку, которую я вам сделала на русском языке, кто может, можете сделать скрин с экрана. И всегда держать перед собой вот эти вот ключевые моменты, как подобрать ваши ключевые слова для вашего изделия. И когда вы будете уже работать с вашим изделием, вы уже живете, изготавливаете ваши изделия, и вы уже продумываете для кого, какой основной цвет изделия, способ изготовления, какого размера. Вы уже в процессе изготовления параллельно думаете, подбираете свои ключевые слова. Пусть они на листочек будут, потом вы проверите, как у вас там ищутся они или не ищутся и так далее. Но вот такое упражнение я виповцем задала, и я вам его передаю. Такой вот небольшой секрет, как использовать IT-подсказки для улучшения, для увеличения продаж в вашем IT-магазине. Итак, с вами, как всегда, была Маргарита. Это IT-школа успешных продаж. Надеюсь, вот этот вот тип, совет, намек, как можно подбирать теги, вам поможет в создании ваших листингов. И вы не будете тратить огромное количество времени для подбора вот этих основных тегов для вашего конкретного изделия. На этом буду заканчивать. Как всегда, говорю, небольшие видео. Информация по поводу вип-группы будет в ближайшее время более-менее сформулирована и видна. Как всегда, виповская группа у нас всегда ограничена до 200 человек. На данный момент у нас есть 180 человек. Некоторые уже сами себя выпустили в свободное плавание. Поэтому у нас на данный момент есть 20 мест. И когда у нас есть места, мы что делаем? Мы об этой группе рассказываем. И будут появляться временные линки. Если вы на баннере, в главном баннере канала увидите, что появилась возможность записаться, значит, пожалуйста, кликайте туда. И, значит, есть моменты, и мы дальше будем с вами связываться. Итак, с вами, как всегда, была Маргарита. Это ИТИ Школа Успешных Продаж. Основные линки будут, как всегда, под видео. Знаете эту штуку. Оставляйте вопросы, задавайте вопросы. Комментируйте, лайкайте, дизлайкайте. Конечно же, куда же мы без вот этих. У меня есть постоянные три подписчика, которые из видео в видео ставят свои пальцы вниз. Но ничего страшного. Я тоже вас уважаю. Ваше мнение важно. Все. Всем всего доброго. И до следующего выхода в эфир. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok